Руководитель штаба действующего президента Виктора Ющенко назвал выборы в Донецкой области честными и прозрачными. Антон Клименко подчеркнул, уровень проведения вали заявления в регионе значительно вырос по сравнению с прошлыми годами. А вот что разочаровало сторонников нынешнего главы государства, так это низкие показатели Ющенко и грязный пиар технологии, некогда их сторонников по Майдану. Для меня это дещо болезненно, и я вважаю, что час, только час, дасть визначение деятельности Виктора Ющенко на посаде президента. На мою глубокое переконание, это была одна из толерантнейших, это была одна из спокойнейших и совсем не агрессивных, честных кампаній. На жаль, мы сегодня увидели много брудных технологий, не с боку наших традиционных оппонентов, а с боку тех, кто был нашими союзниками. Поведением представителей некоторых политических сил на участках возмущались и сторонники кандидата на пост президента Александра Мороза. Они считают, что такие действия не должны просто так сойти с рук. Говорят, думающие избиратели сделают выводы, кто все-таки достоин стоять у руля страны. Особенно со стороны Бюта была очень грязной. Достаточно вспомнить рекламу, обвинения, все это нас настораживает. Поздравить представителей штаба Виктора Януковича, прежде всего, мы считаем, что его успех в Донецкой области заслужен. Сами же регионалы назвали настоящими героями людей, которые в сложной политической ситуации не остались равнодушными и пришли на избирательные участки проголосовать. Белоголубые считают, несмотря на различные провокации, сознательность и толерантность проявили как сами избиратели, так и члены участковых комиссий. Сегодняшний день был непростой. И был непростой из-за того, что этот день пытались очень сильно, скажем так, скомпрометировать. Мы самостоятельные политические силы, мы самостоятельный народ, который в состоянии избрать того президента, которого мы заслуживаем. Представители новых лиц нынешней президентской гонки выборами тоже остались довольными. Тем более, что никаких серьезных нарушений они не выявили. Результатами голосования они расстроены. Говорят, это только начало. И останавливать свою деятельность ни их лидеры, ни их команды не собираются. Цель этой кампании в Донецкой области была одна – защитить наши голоса, те, которые были отданы за Арсения Петровича. И цель этой команды были честные, справедливые выборы. Мы против фальсификации. В целом, считаю, что выборы прошли в первом туре довольно-таки спокойно. Очень хотелось бы, чтобы и второй тур был относительно спокойный. Посмотрим, какие результаты будут второго тура. Хочу сказать, что ту динамику, которую показал наш кандидат, она очень серьезна. Представители Юлии Тимошенко на пресс-конференцию не приехали. По каким причинам, журналистам не объяснили. Независимо от результатов, сторонники разных кандидатов призвали всех избирателей проявить еще большую активность и обязательно прийти на второй тур голосования. Ольга Шилкина, Сергей Середа, Панорама.